Доброе утро всем! Я рад, что пригласил пастор Сергея. Благодарю тебя, что дал возможность послужить. И всем, которые в эти дни общались со мной, благодарю. Те, которые проявили заботу, двое молодые у вас из Грузии, таму-на-ябу. Они здесь или нет? А, молодцы. Хорошо сделали, что пришли. Они очень хорошие у меня. Друзья, любви обильные. Хочу большой привет передать из Грузии, из нашей церкви, из Батумской церкви. Слово жизни тоже Сергею огромный привет. И Рому тоже многие знают. Я обрадовался, когда услышал, что у вас начинается школа. Знаете, школа – это не стиральная машина. Слово жизни бросил ребенка и автоматически чистым получил через 9 месяцев. Но это основание, которое вкладывается в жизни человека. И обязательно, я думаю, что обязательно для каждого человека пройти библейскую школу. И те, которые не хотели учиться, все-таки молитесь. Молитесь, спросите Бога, хочет он или нет, чтобы вы учились. И я думаю, что ответ будет положительным. И это будет незабываемое время для вас. Так что учитесь обязательно. Знаете, сегодня я хочу поговорить о такой теме, которая, я думаю, что поможет нам изменить наше мышление. И чтобы ожидания наши изменились. Знаете, мы нуждаемся в изменении нашего разума. И для этого нужно иногда десятилетия. Невозможно измениться за неделю, за месяц, за год. Мы к Богу приходим своим багажом, как брат говорил утром, вначале. У нас у всех своя культура. Нас учили по-другому. Мир учит по-другому. Знаете, в миру самый большой это президент. А в Царстве Божьем Библия говорит, что это слуга. Надо отдавать, чтобы получить. Это царское мышление. Но нас не учили так. Знаете, в Царстве Божьем надо любить всех. И врагов, и тех, которые любят тебя. А мир говорит, что надо врага убивать, а любить тех, которые любят нас. Знаете, все как будто наоборот в Царстве Божьем. И когда мы приходим в Церковь, мы нуждаемся в изменении нашего мышления. И это не происходит сразу. У нас заложено неправильное понятие. Я не знаю откуда. Может быть, потому что мы выросли на таких сказках, где Иванушка-дурачок сидит или лежит, и моментально меняется жизнь. И этот дурачок иногда в каждом сидит и ожидает, что в один день все изменится. Как будто мы нашли Бога, который должен исполнять наши желания, чтобы ничего не делать, ничего не вкладывать, а просто Бог меняет нашу жизнь. Просто Он творит чудеса, Он же чудотворец. И у нас ожидания иногда неправильные, когда к Богу приходим. Я хочу поговорить о событиях и о процессе. Что такое событие? Допустим, человек выиграл лотарию, миллион. Это событие. Он ничего не делал. Первую ставку сделал. Конечно, верующие не делают, но просто говорю. Человек на первом же ставке выиграл миллион. Это событие. Сразу разбогател. За пять секунд человек стал миллионером. Допустим, даже когда ребенок рождается, момент рождения, это событие большое. Большое радость, что родился ребенок, все звонят, ты в центре внимания, и все поздравляют, и это хорошо. Но что такое процесс? Родить одно, но вырасти, вот это уже процесс. Легко рожать, хотя это тоже не легко, но легче родить, родить, чем воспитывать. Родить, чем воспитывать. Что такое событие? Допустим, вы работаете, копите деньги, и в конце умираете. Ваши деньги остаются вашим детям. Из-за того, что они были научены от вас, что надо копить деньги, они тоже продолжают тот же путь. И они тоже умирают. И внукам остаются деньги. Потом внуки, может быть, хорошее капитал вложение делают, и четвертое поколение наконец-то стало миллионером. Вот это процесс. Если бы Бог предложил бы вас и спросил бы, что у меня есть две пути благословить тебя. Это через событие и через процесс. Выбери, какой хочешь. Знаете, что вы выбрали бы? Мне не надо отвечать. Я знаю, что вы выберете. Мы все хотим быстро разбогатеть. Мы не хотим ждать, что через поколение что-то случилось бы. Мы не хотим ждать, что через 10 лет что-то иметь. Мы всегда ищем короткие пути разбогатеть, найти, дойти, исполнять и так далее, и так далее. Мы все хотим так, ждем. Не надо вкладывать, не надо ничего делать, не надо ничего жертвовать, чтобы так в один день и жизнь поменялся. Ну, и ожидаем часто, какой же помазанник придет, чтобы помолился безо меня и сразу от грехов освобожусь. Кто будет о финансах, у кого помазание о финансах, чтобы помолиться, разрушить проклятие бедности и со второго дня деньги приходят. Ну, откуда, не знаю, но богатым же стану. И у нас ожидание вот такое, что моментально что-то меняется, мы ничего не вкладываем, мы не трудимся, и бог меняет. Я хочу разочаровать многим, так не будет, так не происходит. знаете, те, которые разбогатели вот так, быстро, они быстро теряли. я знаю, не знаю, это правда, неправда, но говорили, что в Америке те, которые вот джекпот снимали и быстро становились миллионерами, через несколько лет проверили их, и они были еще в худшем состоянии и в депрессии, чем до того, как выиграли эти деньги. Знаете, у них не было способности сохранить эти деньги или пустить в оборот, они не могли удержать эти деньги, потому что они не трудились, они не знают, как удержать. Они хотят просто чудо, чтобы деньги приходили. Но те, которые через процесс дошли до миллиона, у них есть способность удержать эти деньги. Они знают, как удерживать эти деньги. Знаете, часто мы подсознательно, когда большие евангелизации делаем или приглашаем каких-то помазанников, думаем, вот сейчас, чтобы весь город покаялся, но кого найти такого помазанника, чтобы делать евангелизацию и может хоть полгорода чтобы покаялся. У меня вопрос, если завтра сделаем служение и 10% вашего города покаятся, есть способность или нет у нас, чтобы удержать этих людей? Как вы думаете? Хорошо сделал пастор, что с сентября начинает школу. Потому что чем больше людей могут служить людям, чем больше будет церкви лидеров, которые могут взять соответственность, тем больше церковь имеет способность удержать людей. вообще хорошее время было, чтобы сказать аминь, да, брат, так. Знаете, почему не растут церкви? Ну, это одна из причин, потому что не хотят трудиться, не хотят заботиться о людей, не хотят даже своих детей рожать. Дети мешают многим. Были люди, я знаю лично, одну родили, говорят, ты что, второе, уже не смогу. Знаете, трудно заботиться о детях. И они как могут заботиться о людей? Потому что чтобы заботиться, надо нервы иметь, что-то надо терпеть, что-то надо вкладывать. И это процесс, это не произойдет за один день, за один раз. Я не против событий. Я верю, что события нужны. Должны быть вот эти толчки, исцеление, освобождение, когда Бог сверхъестественно отвечает. это нужно нам, потому что подтолкнуть нас, чтобы зайти в процессе, чтобы мы зайти в воле Божьей. Мы нуждаемся в этом чуде. Иногда не хватает нам силы, чтобы просто взять ответственность на чем-то. И тогда мы нуждаемся в прикосновении Божьем. И это хорошо. Но нельзя всегда жить этим, что ждать, что Бог будет работать вместо нас. Давайте откроем Матфея 7 глава. Знаете, все хотят выиграть деньги или как-то получить деньги после того, как молились за высвобождение финансово. Я не знаю, вас бывают или нет проповедники, которые проповедуют о процветании и потом совершают молитву. И знаете, когда весь семинар прослушал и веришь о финансовом прорыве, думаешь, до завтрашнего дня что-то изменится. Пусть молятся за меня. Все хотят. Но знаете, если после молитвы твои привычки не изменятся к отношению к деньгам, ничего в твоей жизни не изменится. Мы должны изменить наши привычки, наши отношения к деньгам, чтобы что-то Бог смог изменить потом. Давайте Матфей 7 глава 22 стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили. Знаете, часто эти местописания приводят, как будто Бог против харизматического движения, и Бог против тех, которые изгоняют, пророчествуют и исселяют. Но нет, здесь о чем-то идет речь. Все, что Иисус перечисляет, это событие. Это моментальное касание Бога, сверхъестественное явление. Но в контексте, если прочтем, 16 стиха, здесь говорится, по плодам их узнаете их. Собирают ли стерновика виноград или срепень смокви? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносит плоды добрые. всякое дерево не приносящего плода доброго срубают и бросают вагон. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не многие чудес отворили им. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякое, кто слушает слова Моисе и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, поддули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает все слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Смотрите, Иисус говорит о плодах. Человек, что приносил плод, для этого нужно время, для этого недостаточно неделя, месяц, и даже год. Это процесс, процесс человека, и он говорит, кто слушает Мои слова и исполняет другими словами, заходит процесс, не просто ждет чудо, пророческое слово. знаете, Иисус говорит о тех людей, которые живут только переживаниями, те, которые ищут только пророческое слово, изгнание, освобождение, исцеление, они переживают это, им нравится это, они, если грубо сказать, кайфуют на это, что как хорошо, о, Бог коснулся, о, Бог что-то сказал, но жизнь не меняется. Они никогда не заходили в процесс исполнения слова Божьего и воли Божьего. Те, которые зашли в этом процессе, они как дома, которые на скале построены, проблемы у всех приходят, но одни падают в церкви, другие нет. Потому что основа была то, что да, любили проявление Божие, да, было слово пророческое в их жизнь, да, Бог действовал, но основания не было, никогда они не заходили в этот процесс, чтобы менять свою жизнь, следовать за Господом и исполнять волю Божию. Вот почему одни падают и другие нет. мы ценим события, а Бог ценит процесс. Бог сам сказал, я Бог Авраама, Исаака, Якова. Это Бог поколений, Бог процесса, Бог менял поколению, шаг за шагом менялся израильский народ. когда Бог спас Израиль, Он же мог просто прикоснуться и изменить мышление, но нет, это невозможно так, но Бог что говорил, не за одно поколение, а говорил, учите своих детей, говорите вашим детям, когда будете ложиться спать, когда будете вставать, когда будете за столом, когда будете в дороге, говорите о чудесах, говорите о Слове. Чтобы они тоже учили своим детям, и может быть их дети тоже будут надеяться на Господа. Бог говорил поколениям, Бог хотел менять мышление народа, и это процесс, это не происходит за один день, это шаг за шагом. Знаете, есть проповеди учения, три шага для счастливого брака, это ложь, не вер этому, потому что через три шага брак не становится счастливым, так все могли быть счастливыми, что быть счастливым в браке это процесс, этому нужно время и всегда не кончается этот процесс почему-то. за десять лет спасем наш город, ложь, невозможно, да, может быть, это харизмические высказывания такие, чтобы поднимать тех, которые любят вот эти процессы, не процессы, события, но это ложь, это наркотик, даже есть проповедники, которые помогают этим наркоманам духовным, выходи быстрее, у меня есть то, в чем ты нуждаешься, быстро, быстро, встают, бегут, падают, и как, дозу получили, я не против проявления Божьего, но я против, когда одни и тоже люди лежат, кайфуют, и после ничего не происходит, просто дозу получили, как хорошо было, пастор, как хорошо было сегодня, а спросишь завтра, о чем было вообще пробовать, не знаю, но было хорошо, знаете почему, это наркотик, просто кайфуют, приходят на собрание, чтобы очередную дозу получить, и ломки начинаются, если нет проявлений, если что-то не происходит, ломаются, нужно, слово нужно мне, слово, где кто приехал, в городе, никого, я нуждаюсь в пророческом слове, я нуждаюсь в освобождении, знаете, очередную дозу ищут, потому что не удовлетворило что-то, многие даже на собрание ходят, потому что дозу получить, и хватает до следующего воскресенья, жизнь не меняется, не заходят они в процесс, они ждут очередное собрание, что Бог прикоснулся бы, Бог что-то изменил бы, Бог простил бы, и так далее, знаете, почему нам нужно чудо? Бог говорил, если будешь исполнять Мое Слово, ты будешь благословлен и в городе, и на поле, и дома, и при выходе, в ходе, то есть, если ты заходишь в процессы следования Господа, Бог благословляет так, что ты не нуждаешься в чуде, знаете, кто нуждается в чуде? Мы иногда столько всего испортили, только чудо и спасет, мы не следовали за Богом, мы не слушались Богу, и дошли до такого состояния, что Бог спаси чудо, потом ничего не спасает нас, только сверхъестественность, только проявление Божие может вывести этого состояния, и Бог милует иногда, не иногда, всегда, и мы выходим из состояния, мы получаем это чудо, но для того, чтобы зайти опять в процесс, знаете, хорошо, когда благословляют деньгами, даже в служении, но это не будет продолжаться всегда, надо зайти в процессе, знаете, часто люди, верующие, молятся, думают, что вот птицы не сеют, не пожинают, и Бог дает все, а что, у меня меньше веры, что ли, чем у птиц, стоят, молятся, и кто-то приходит, брат, Бог сказал, благословись, благословляй, думают, получилось, и ждут следующего проявления, и говорят, целый год я по вере жил, ну, не было три дня еды, потом верующие пришли, занесли, опять, и вот так продолжалось целый год, верой жил, ты не верой жил, просто верующие не давали тебе умереть, когда благословили, зайди в процесс, начинай работать и зарабатывай, мы должны поменять наше мышление, от мышления событий, мы должны перейти в мышление процесса, мы должны учиться об этом, о процессе, знаете, даже есть книги, когда рекламируют со сцены и говорят, купи и вся твоя жизнь изменится, не верь, это наркотик, Библия не может изменить твою жизнь, если читаешь, и как многие читают, просто что прочел, Библия не может поменять, еще какая-то книга, прочтешь и изменишься, так не бывает, вот потому много разочарованных людей в церквях, ожидали чуда, а не было этой чуда, мы все хотим не работать и все, что кто-то работал бы и самый лучший это Бог, который может работать вместо нас во всем, нам не надо свидетельствовать, будем молиться, а Бог будет прилагаться, мы только будем славить Бога и молиться, это не работает, если бы процесс имел бы язык, он сказал бы нам, что все, в чем ты нуждаешься, не придет в один день, а постепенно, через процесс, твоя жизнь будет изменяться, в твоей жизни будет приходить все, давайте прочтем или можем просто цитировать, это Яна, пятая глава, с первого стиха до девятого, я знаю, что вы все знаете, это местописание, это человек, который лежал 38 лет, 38 лет и ожидал, что ожидал он? событие, когда случится, так что Бог прикоснется, или он будет первым в очереди, и наконец-то его очередь дойдет, и он исцелится, этому человеку не было 38 лет, он 38 лет лежал и ожидал вот это событие, когда же он исцелится, иногда иногда мы тоже такие как этот человек, ожидаем всю жизнь, что что-то изменится, даже когда Иисус спросил, хочешь исцелиться, он говорит, нету у меня человека, кто толкнул бы, подтолкнул бы, всегда ищем кого-то, кто будет толкать, чтобы на путь истины поставить нас, нету работы нуждая в человеке, который толкнет, нету что-то, потому что никто не толкает, и мы ищем всю жизнь иногда, кто поднимется вокруг нас, родственники, друзья, может подтолкнуться немножко, я человеком стану, не знаю у вас как, но у нас очень многие так, всю жизнь ожидают, хотят, что работу имели около компьютера, всегда кофе пили и зарплату платили еще, ничего не делать, все хотят в кабинете сидеть около компьютера, еще что машина обслуживала, и деньги зарабатывали, и нету такой работы, и вся жизнь проходит, думает, когда же повезет, когда же повезет, уже 40 лет, что-то не повезло, наверное, еще надо ждать, Иисус исцеляет этого человека, смотрите, произошло событие, но в 14 стихе посмотрим, что Иисус говорит, Иоанн 5, 14, потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже, то есть это хорошо, что ты исцелился, ты уже не калека, но сейчас зайди в процесс, меняй свою жизнь, не продолжай, как было раньше, да, может ты привык уже 38 лет жить так, как живешь, но измени свою жизнь, это хорошо, это радостно, что Бог благословляет, Бог исцеляет и прощает, но мы должны зайти после этого в процессе и менять свою жизнь, не знаю, вам нравится или нет, что я говорю, почему-то мне нравилось, Лука 11 глава, с 24 стиха до 26 Лука 11 глава «Когда нечистый дух видит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя находит его выметанным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злеющих себя, и войдя живут там, и бывает для человека того, последное хуже первого». Смотрите, произошло освобождение, событие, «Человек освободился от бесов». Иисус говорит, дом, то есть человек, в котором жил злой дух, этот дух уходит и ищет покоя, и потом возвращается. Знаете, очень хорошо, когда люди исцеляются, освобождаются от демонов. Это хорошо, это прекрасно, когда дьявол оставляет человека, и он свободный. Но если в человеке не началось процесс, это опасно. Знаете, этот дух возвращается и ходит, да, прощенный, прощенный, свободный, свободный, но он не вкладывал там, не заносил ничего Божьего, нету ни слова, ни духа, ничего Божьей вещи, не зашли, нету никаких обетований, не исполнялся духом, нету ничего внутри, пустота. Чистый человек не начал следовать за Богом и говорит, для этого человека может быть будет хуже, чем до этого было. Я верю, что люди должны прикасаться Богу. Верю, что энкаунтер это нормальная вещь для людей, они должны проходить. Но я против того, когда каждые полгода они те же люди проходят этот энкаунтер. Знаете, получили дозу, освободились, до этого не было прикосновений, до этого Бога не чувствовали, и через энкаунтер они начали каяться, менять свою жизнь, и Бог наконец-то прикоснулось. Они почувствовали Бога, и другие возвратились. Но если не заходят они в процессе, чтобы волну поймал, иди следуй за этой волной. Но люди не хотят. Легче каждые полгода приходить, каяться, чтобы Бог прикоснулся к тебе, почувствоваться опять, что Бог с тобой, успокоить свое сердце, что Бог не оставил тебя. И так иногда многие живут от энкаунтера до энкаунтера, и ничего не меняют. Но опасно, как Иисус говорит, что если человек освободился и не меняет свою жизнь, если не наполняет собой Словом Божьим, есть опасность для него. И бывают такие отступники, что невозможно прикоснуться. Многие говорят, молитесь, брат, за меня, чтобы деньги не хватает, не знаю, где исчезают. Благослови, что всегда деньги били. Не тратьте время за такие молитвы. Лучше карандаш и бумага, чтобы человек записал, сколько у меня дохода, в аренде сколько плачу, десятина, пожертвования, что остается. И на глупости не тратить деньги. и через месяц отчитывается другим. И может вот этот процесс изменит твою жизнь, чтобы деньгами нормально управляться. конечно, легче, чтобы кто-то молился бы, находил бы какого-то помазанника, который будет молиться и освобождаться и от грехов, и от долгов, и от глупости, и от бесов, и от веса. Это легко, но так не бывает. Матфея, двенадцатая глава, с тридцать восьмого стиха до сорок первого. Матфея, двенадцатая глава, с тридцать восьмого стиха. Когда некоторые из книжников и фарисеев сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение, но он сказал им в ответ, род лукавый при лубодее не ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Иона и пророка, ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд родом с ним и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионовой, а вот здесь больше Ионы. смотрите, к Иисусу пришли религиозные люди и говорят покажи нам события, какое-то чудо и все уверуют. Знаете, часто мы тоже так думаем, молимся и говорят Господь, хоть мертвого воскреси, или такую коллегу исцели, чтобы все знали в городе, тогда все узнают, что он у нас в церкви исцелился и пробуждение начнется. Что Иисус говорит? Тот род, который ищет такое знамение, для них есть одно знамение, это знамение Ионы. Что за знамение? Мы так привыкли, у нас мышление событий, что мы думаем, что это событие, как три дня во чреве Кита и освобождение. Это смерть Иисуса Христа и освобождение или воскресение. Нет, Иисус не об этом говорил. Ни невитяне, ассирицы не спаслись, потому что Иона рассказывал, знаете, я был три дня во чреве Кита и через три дня покаялся и сейчас я с вами можете каяться. Нет, он о Боге проповедовал. Другими словами, Иона проповедовал покаяние этим людям. Он принес слово Божие неневитянам и они начали каяться. Иисус говорит, что не чудо, а знамение Ионы, то есть здесь больше, чем Иона. Если слова Иона мог бы спасти и изменить город-государство, Неневию, наши города, наши государства будут спасены таким же путем, через проповедь Евангелия. Лука 16 глава, с 19 стиха до 31, не буду читать. Вы знаете, это не притча, историю, которую Иисус рассказывает, когда богатый умер и попал в ад. и Лазар в Луна Авраамова, и знаете, есть молитва в этом истории, когда богач просит Авраама, величайшее чудо, воскрешение мертвых. Как воскреси Лазаря, пускай пойдет он к моим братьям, и они покаются, чтобы они здесь не попали. и ответ был каким? Воскрешение мертвых не спасет твоих братьев. Там проповедуется каждую субботу слово, пускай слушают слово, и это спасет. Я не знаю, я в вашем ожидании испортили или нет, или просто думайте, что хорошую вещь говорю, не знаю. Да? Тогда буду продолжать. Знаете, когда пренебрегаем процессом, вот тогда наступают тяжкие дни для нас. Знаете, и прославление, и пожертвование может утром долго не длиться, но это событие, в котором мы участвуем, мы прикасаемся Богу, мы начинаем молиться, прославлять, жертвовать, чтобы зайти потом в процесс и продолжить так, не от воскресения воскресенью, а чтобы жили, прославляя Бога и отдавая. Я везде задаю вопрос, и давай вам тоже задам, если не устали от меня, если сейчас сорвется этот потолок и всеми умрем, кто уверен, что попадет в рай, на небесах, я хочу, чтобы вы подняли руку, если сейчас, в этот момент умираем все, у кого есть уверенность, что он на небе, а кто воздержался, остальные не верят, у меня вопрос, почему многие не подняли руку, нет уверенности, потому что не так хорошие, как надо, недостаточно молимся, недостаточно читаем, и сколько это достаточно, это тоже вопрос, я последний стих скажу вам тогда, это евреям 10-14, Бог одним приношением сделал совершением тех кого, освящаемых, то есть, они не освятились еще, они в процессе освящения, они пришли к Богу, покаялись, давай еще один вопрос задам, если я покаялся, и у меня было 40 грехов, и я 30 убрал из своей жизни, но 10 еще осталось, Иисус приходит в этот день, в эту ночь, я спасен или нет, диагноз поставьте мне, спасен, хорошо, если у меня были 40 грехов, покаялся сегодня, ну не сегодня, неделю назад, от 10 избавился плохих приведчик и 30 остался, Иисус приходит, я спасен или не спасен, конечно, если человек не добавляет грехи к себе, если покаялся христианин, и он в процессе освящения, и в это время приходит Господь, тот совершенный человек в глазах Бога, те, которые в процессе очищения, изменения своей жизни, я не говорю, что продолжает грешить, не меняет свою жизнь, я говорю, в процессе, то есть может ошибаться человек, он страдает, он не хочет, чтобы грешить, он мучается от этого, кается, меняет свою жизнь, и в это время приходит Иисус, он совершенный человек перед Богом, оттуда откуда я родом, или больше скажу, где родился наш брат Сосо, в горе, там очень много яблок, и люди живут на это, что яблоко продают, и знаете, когда есть плоды, еще зеленые, но нету там пятно, какого-то порока, говорят, это нуловая, то есть совершенное яблоко, еще зеленый, но совершенное, вот так, может, ты зеленый еще, не созрел, но если ты в процессе созревания, для Бога ты совершенный человек, Бог одним приношением сделал совершенным тех, которые в этом процессе очищения, еще раз задаю вопрос, если сегодня умрем, через пять минут, не хочется, но все так спрошу, кто верит, что попадет на небеса, многие опять сомневаются, ну хорошо, мы стараемся детям оставить наследство, чтобы они хорошо жили, мы стараемся работать, копить деньги и оставлять, чтобы им было хорошо, знаете, самое хорошее, что в нашей жизни, когда откровению оставляем детям, да, работайте, да, оставляйте для детей имущество, но старайтесь передать откровение Богу, это поможет их, давайте встанем, и я не знаю, в чем ты нуждаешься, может быть только событие поможет сейчас тебе, чтобы зайти в процессы, бывает так, что обидели тебя, или непрощение в сердце, или ты незаслуженно попал в ситуацию, где обидели и думаешь, Господь, не хочу больше жить, забери меня отсюда, не в другую церковь, на небеса, и Бог смотрит, касается и освобождает нас, это непрощение уходит, это горечь уходит, для того, чтобы со второго дня ты измени отношение с другим, да, может быть обидели, не продолжи, если твое сердце освободилось, не жди, что пускай они меняются, нет, Бог помог, зайди в этом процессе, измени отношение, чтобы не было больно в другой раз, я не знаю, в чем ты нуждаешься, может, нужно тебе прикосновение, чтобы, вот это событие, чтобы ты продолжил путь, может, хотел уже сдаться, может быть, столько времени не исцелялся и думаешь, мне ничего не спасет, ничего не поможет, может, и долги были, я не буду разрушаться, ничего, я стараюсь строить что-то, но молись Богу, чтобы Он помог, начинай менять свою жизнь, начинай менять отношения, если ты нуждаешься в этом прикосновении, прости Бога, не думай, что кто-то помолится, кто-то спасет, молись перед Богом сейчас, прости это событие, пускай произойдет освобождение, но если ты не уверен, что ты продолжишь путь, или ты не хочешь исполнять волю Божьим, лучше, чтобы не освобождаться, молись, чтобы Господь дай сердце такое, чтобы я захотел изменить свою жизнь, чтобы я захотел больше не грешить, чтобы я возненавидел свой грех, да, может, пока никто не замечает, но Господь, ты же знаешь все, измени мою жизнь, а если вы свободны, тоже молитесь, тоже молитесь, чтобы Бог помог другим, может ваша семья не изменилась, может муж не спасся, или дети не спаслись, знаешь, что это процесс, за один день ничего не меняется, часто мы молимся, Господь освободи от моего греха, и у нас ожидание было, что один раз помолились, Бог освободил, простил, как хорошо, и больше не будем грешить, и через месяц опять попался, и думаешь, сколько раз, может я не изменюсь никогда, но знаешь, что жизнь меняется иногда годами, это процесс изменения нашей жизни, еще раз говорю, чтобы мы изменились, или народ изменился, десятилетия нужны, нужны, я в Грузии знаю, что 9 лет или 10 лет все было хорошо, была свобода, менялся все вокруг, но менталитет народа через 10 лет оказалось, что не изменился, их выбор не изменился, да, что-то поменялось, но много чего осталось прежнее, потому что чтобы менять мышление народа, нужно поколение поменять, это не так быстро все происходит, так же и в семье, так же и наши дети не меняются так быстро, как нам хотелось бы, не сдавайтесь, это процесс, это процесс, но в этом процессе мы нуждаемся иногда прикосновения Божьего, чтобы Бог касался бы и давал толчок, чтобы мы еще верили, чтобы мы еще нуждались Богу, чтобы доверяли опять Богу, Аллилуйя, Господь, я благодарю за этих людей, я благодарю за эту церковь, Господь, Твоё слово говорит, что даже церковь не растет быстро, церковь на земле размножался постепенно, шаг за шагом, что пробуждение за один день не приходит в стране, для этого нужно время, это процесс, и в этом процессе мы нуждаемся, Господь, этим событием, что ты показывал свою руку, свою силу, свои чудеса, Господь, меняй наши ожидания сегодня, Господь, те, которые нуждаются в событиях, те, которые нуждаются в прикосновении Твоего, кто нуждается в освобождении, кто нуждается в освобождении от своих грехов, освободи, Господь, коснись, кто нуждается в этом прощении, Господь, Дай прошение и подтолкни Господь, чтобы они заходили в процессе, чтобы они строили свою жизнь на скале, чтобы они следовали за Тобой. Мы благодарны, Господь, за все. Мы благодарны, что Ты начал доброе дело в нас и Ты доведешь до конца. Мы благодарны, Господь, за каждое прикосновение, за каждое слово, за каждое пророчество. Мы благодарны, Господь, чтобы мы видели Твои чудеса и мы хотим опять видеть. Но помоги людям, Господь, дай толчок, чтобы они заходили в процессе и меняли свою жизнь, свое отношение, чтобы они больше не нуждались в чудесах, потому что Твое слово благословляет каждого, кто исполняет это слово. Мы благодарны за все. Мы благодарны за процесс, Господь, что нас спасает. Следование за Тобой, слушание Твоего Слова и исполнение Твоего Слова. Наполняй сердца, Господь, наполняй жизни, наполняй, Господь, верою, надеждой, что все изменится, что все изменится в наших служениях, в наших семьях, в наших городах, у наших детей. Мы благодарны за Дух Твой, за Слово Твое, которое меняет нашу жизнь, которое находит место в наших сердцах. Мы благодарны, Господь, что ты сделал совершенными тех, которые освящаются, которые в этом процессе освящения, да, может, ошибаются, но они стараются изменить свою жизнь. они стараются изменить свое отношение. Благослови таких людей, Господь, на этом месте. Пусть разочарование уйдет. Если они часто падали и думали, что ты отвергаешь их, уцешай Духом Твоим и подтолкни к новому началу, Господь. К новому началу, чтобы они зашли в процессе им изменили свою жизнь, продолжили изменить свою жизнь. Мы благодарны за все. Я благословлю каждого человека, Господь, здесь. И прошу, благослови ты, веди их, Господь, наполняй Духом Твоим и используй для славы Твоей в этом городе, в этой стране и за пределами этой страны. Пусть будет Твое великое имя прославлено через нас, как великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Давайте прославьте Господа. Аллилуйя. Аминь.